Дальше сообщение тоже будет не в ту шагу в сторону. Надо сказать, что писатели, которыми я занимаюсь, отличаются по своему статусу тех авторов, о которых здесь говорили. В силу российских спецификов до октября 17-го года так называемые писатели из народа, вообще все, что связано с народом, попадает, неизменно попадает в мега-идеологический контекст. Например, государственный мега-идеологический или народнический. И, соответственно, оказывается в поле литературы. Это могла быть вагинальная ниша, периферия, но это была ниша внутри литературы. Произведения эти писатели из так массово издавались, имели свой тираж своего читателя, они имели шанс попасть в журналы, у них могли написать критики. То есть эти писатели, так или иначе, были на виду. Писатели-самоучки, так называемые, что также хорошо известно, изначально пользовались значительной поддержкой власти, которая преподносила их как свидетельство всеобщего благоденствия и успехов политики просвещения. Вообще, феномен взаимной любви писателей из народа и власти также заслуживает отдельное исследование. В период Первой мировой войны идея единства власти и народа стала особенно актуальной. Можно вспомнить, например, выступление Есенина в качестве христианского поэта перед императрицией. Извест народному творчеству появлялся по-настоящему из разных стран. Так существовала официальная версия того, что пойдет народ. В 1915 году под редакции Бориса Глинского вышел сборник «Современная война русской поэзии», в котором небольшой раздел был посвящен народному творчеству и имел под заголовок «Песни и частушки». Представленный здесь материал носил характер фольклора. Все произведения были анонимны и должны были служить примером того, что солдаты массово исполняют в окопах и фронтах. Приведем пример. Когда идем до Берлина, городка не останется от немца, послезка, а вернемся на родимые леса, приведем домой в Великолепию на Сауса. В книге «Ареста и Цукновицера» литература «Мировая война», которая вышла в 1938 году, выделяется полубочная патриотическая литература, основные мотивы которой сводятся к тому, что враг русских и слав и находится в союзе с самим Дьяволом. Цукновицер приводит примеры названий его плочных книжек, пример, как «Черт Вильгельм», «Вильгельмом выдумал», «Как черт щелк, сапогид Вильгельмом», «Одинаки» и так далее. Но кроме того, Олег Цукновицер выделяет особую категорию пролетарскую литературу. Лишь пролетарские писатели пытались рассказать об этой правде, раскрывшись его родовое испытание, перед сознанием Ивана, в то же время, поскольку цензура не оставляла возможности говорить о фронте, они часто переносили заплачение на тыль. В 1916 году в журнале «Современный мир» появилась компликация Гага Клейборда, много занимавшегося народной литературой, поэта пролетарии о войне. Мне говорилось, что поэту пролетарию нелегко охватить военном воображении, то есть дать свою мысль в художественное воплощение, найти для нее новые образы. К теме фронта поэт из народа подходит неохотно. Если же он начинает писать о войне как торговой, то зачастую выходит такая же мертвая ритория, как у Брюсова и Сологуба. Поэтому писатели-рабочие не должны подражать большим поэтам, а должны писать о том, что они знают, с чем сталкиваются в повседневной жизни. Как мы увидим, они писали и как мы увидим, они писали о том, что это было. Теперь стоит остановиться на конкретных примерах творчества писателей из народа, которые кажутся выразительными и знакомыми, в том числе в контексте сегодняшней тематики. Так, поэт пролетарий Филипп Шкулев, автор святого творения ставшего известной песней Макузнецы и Духнашмола, во время войны редактируют ряд патриотических одноразовых журналов поэнмонахов, например, «Война и народ». Юмористический стиль и исторический аммонахов 1915 год, где были помещены всевозможные частушки и юмористические рассказы о патриотическом содержании. Вот пример. Воспользовавший аммонахов был выпущен в период Великого поста в нем всячески обыгрывали тему любовь. «Война и народ». Вот видите, четверть пищи. «Докроме аммонахов» Филиппу Шкулеву была выпущена в это время поэма «Вильгерем Вадуфа». У нее был поэма в длинный заголовок. Рассказ о том, как в прайзер Вильгерем Вад попал для своих мародеров в Синхопу, Редан, от Синдуши, Буков, Францев после лейтенанта, затем из Летербурга марш из Летербурга, потом масса немцев чужих толстопрогих, как клюшек, даже своего носатого союзника сультана, как получил подзатыльный от сатаны шайтана, как горячую смолу ел, на дворцах сидел, как и кипел и прочее. Поэма начинается с того, что Вильгерем ложится спать, ему является черт, просит его пожаловать в ад, принимает душу, дальше черти возит его по аду, показывает, показывает, что как мы везде набиты одной-то нечурой, причем сатана говорит, что его черти добрее, чем немецкие генералы, официары, лейтенанты и лейтенанты. Как видим, Шкулов обращается к литературному сюжету «Путешествие на тот свет», и что касается черти и сатаны, то это та топика, которую эксплуатировали все от глупочных авторов до писателей и модернистов. Характерно, что после февральской революции Шкулов выпускает поэму с похожим названием «Николай» потом. Рассказ о том, как Николай Романов в ад попал и Распутина в дешевле дам. Если сопоставить эти поэмы, можно увидеть, что они во многом идентичны. Иногда просто имя Бельгин или Кай заменяется на Ника или Николая. Если Бельгин встречался в одном немецких военных союзников, военных союзников, то Николай видит варящихся в котлах министров, а также Распутина. Сравни. Вергей на Баду протер Бельгин глазище и видит первый сорт, преднем оскарит зуб и стоит каково-ночок. Николай вату глаза протер тут Ника и видит первый сорт, преднем оскарит зуб и стоит каково-ночок. Вергей на Баду в Берлине ты не услышишь ох, скорее сам орать ты, а более будешь ох. Николай вату внас ведь не услышишь и вот каков ура, что там тебе кричали щеки и детвора. Надо сказать, что такой поворот связанный с фральской революцией наблюдался не только у поэтов из народа. Так, например, Сергей Коголуков записал в дневнике 25 июля 17-го года Сергей Коротецкий написавший «Средняя царя» чуть не передел ему «Средняя церетелья». Как кажется, так, другой автор, о котором я хочу рассказать, это Иван Геральсимов. Вот это то, что было на титле. Как кажется, его творчество имеет отношение к сегодняшней тематике. Поэт Самолочка, работавший вагонопожатом в Воскреском трамвайном парке Петербурга. Ему сборники выходили в 13-16-18-м годах, причем удерживали до семей изданий. В 1916-м году еще в 19-м частях. В сборнике 16-го года автор обращается к читателю с благодарностью. Он благодарит народ за то, что прошел его хорошо расступаться. Если биография Шкулева известна, то Эгераси известна только то, что он пишет о себе в своих произведениях. Он говорит о своей семье, о женитьбе, о трамвайном парке. Значительная часть стихов помещенных в сборниках посвящена войне. Хотя выпуск книги очевидно должен продемонстрировать патриотическое настроение народа, одному из сборников было предпослано обитомление от канцелярии императорского двора о том, что ходатайство посвящения императора одного стихотворения отклонено. Стихотворение начинается так. «Совершен Боже всем пущим наш еси русской веси цель держав на Россию у нас на матушке Руси». Керасимова оказывается своего рода неполной ритмой явлением первых самоучек в осады готовы XIX века, посвящавших свои произведения императору и члену его семьи и пользовавшихся при этом новинством. Надо заметить, что тематический диапазон Керасимова с одной стороны широк, а с другой кузов. Он пишет и о том, что он видит непосредственно, и о том, что ему рассказывают, но многие события он пытается рассмыслить по идеологическому ключе. И тогда появляются Адам и Керва и Родом Аденца. Также он оперирует к историческим событиям, вспоминая Наполеона, Тетрак, Возьмунина и тогда важна для него актуальность. Даты написания стихов часто поставлены на стихотворениях. Если говорить о жанрах, у него встречаются песни, так в 15-м году он посвящает песни всем державам и союзницам, песни о Франции и союзнице нашей, песни о Британии и ныне нашей союзнице, песни о сербии, рассказы, например, рассказ солдатик и письма, а также поэмы «Кровавый кайзер» или «Война народов» и «Крихоходение первых людей». В основном материалом Герасимова служат по-видимому газеты и слухи, причем он, очевидно, не делает различия между тем и другим. Так в стихотворении из газет он пишет «Газеты жужжат точные мухи, опять новые слухи». Газетный язык соединяется с языком народной литературы. В сборнике 15-го года подвещено его название народу русского 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 народа народа пробудись от сна побреди к другому о немцах там же нет враг «враг серого мухи, тем он в России решил, глубоко корень землю напустил, в России великое все учили нас, на долгие годы всего разопасть, теперь обнажили меч устрем на нас, стремитель собраться на помощь отем крепим силы врага разобьем». Поскольку сборник назборен с узорой никаких популярных народе идей о предательстве царя и царице Гненки мы их не встретим вплоть до 17-го года. У Керасимова все стихи в основном закончатся с официальной линией. Мысль о том, что немец глубоко пустил в корне в России причем пошел на нее войной прослеживается в затворении в 1915-м году «Немецкая культура и русская натура». В этом же затворении со ссылкой опять же на газеты рассказывается, что немец на заводах свалил особый клирик, которым отравил работающий там народ. После сечения Герасимов проводит параллель с войной. Заготовил он всего свободные годы, теперь колечит он повсюду бездлинные народы. Далее немцы сравниваются с хитрой лесой, с медведем. Вот как хитрое леса медведя разбудила, смотри, теперь она сама в пакан и вгодила. Как кажется, большая большая часть событий, упоминаемых в газетах, попадает в стихи Герасимова, но часто интерпретируется им на свой лад или переводится на язык улицы. Так в одном из стихотворения встречается злодей Месоев, то есть прознанный поклонник Месоева. Кроме файклора, газет и слухов, Герасим попрощается к истории своих личных людей. Собственно, в стихотворении 15-го года появление летевшей стихотой козы, он рассказывает, как в мае 14-го года в Петербурге он видел множество стрекоз. Он сравнивает стрекоз с аэропланами и таким образом их нашествие оказывается предвестием войны, когда действительно стали использовать боевые самолеты. Герои наши говорят, где они сражались, аэропланы все тут там встали, разбивались. Вот какая у меня, друзья, есть примета, что я видел саранчу в 14-ое лето, то есть многие из вас саранчу питали, но немногие из вас за ней наблюдали. Также вспоминают, что перед убийством Александра II он видит луну, повливавшуюся кровью. В 1927 году выходит новый сборник Герасимова под шапкой «Новая народная филда относительно настоящего времени». Сборник открывается поэмой «Кровавый кайзер» или «Война народов». Вот из него цитата. Герасимов приписывает поэму своему брату, но можно предположить, что поэма принесли его самому, но он афрегутирует своего брата, так как в 1917 году видит для себя более актуальные темы, в частности революция, политика Мирюкова и Керенского. Начинается поэма «Обращение к Мозе», затем рассказывается, как демон советует кайзеру захватить Европу, причем оказывается, что кайзер и весь демон одавно готов к войне. Далее в поэме зарифмованы почти все события войны, почти все битвы. Вот, например, поспешно у меня отступали Мирюков и Горич, когда же в России узнали, то подняли радостный клич. Это оккупация полиции в 1914 году. Осуждаются предатели, как, например, изменение советов вспоминаются подлинные герои-патриоты князь Пожарский и Котов Кузьма Мидин. Заканчивается поэма растерянностью кайзера после брусиловского прорыва и пожеланием, чтобы кайзер был сослан на остров и там бездох, как сто лет назад там умер другой куниж имеется в виду Наполеон. Такое же пожелание высказывается в другом стихотворении героя-слова «Пожар Европа» после Наполеона. Причем в стихотворении песни Франции «Союзницы нашей» Наполеон упомянут в положительном контексте. «Дана Франция велико, уже славится век свой, она сражается даными наполеоновской рукой». Вот так. В поэме «Грехопадение первых людей» Утерасимов уже осуждает. В 17-й год второй сбору Утерасимов уже осуждает царя за войну. Народ увидел в Санюфранте, что войны не видел рай, залила кровью поля реки, затоплен весь созданный рай. Народ в поэме изгоняет метло из рая Николая и Алиса первых людей, которые блаженствовали в раю, причем именно царица подобно Еве первая вкусила запретный плод. Екесенская Алиса вкусила запрещенный плод, Николая уговорила истребляющего до ворот. Алиса махи всеми министры буржу разной пощесой с Николаем Гавитина в войну открыли страшный бой. Разный делал договоры, заблёк союзных разных стран, народ купили беспощадно, набивали свой карман. Народ постал против насилия, медлогрязный осуждал, ей, израя, Николая за ворот и он прогнал. В оба сборника XVIII кода входят издавые патриотические стихи Герасимов приветствует февральскую революцию и праздник творения. Также он пишет объяснение, изменяящее, что раньше упоминал царя и цариц, и поясняет, что Россия царство всего народа. Помимо грехопадения первых людей, еще один миф, который он создает на основе еврейского рассказа, это миф о посеребленных Ирода-младенцах. По мнению Герасимова, эти люди зарождались, которые видели несправедливость Ирода и жаждали правды. Эти младенцы весь наш великий народ христианский, который себя такроводно отдавал на поругание несправедливость. Ирода-младенцах и несправедливость Таким образом, в творчестве Герасимова можно увидеть соединение газетного языка фольклора и своеобразной интерпретации известных ухоологических сюжетов. В целом, его сборники являются, надо сказать, бесценными материалами для изучения массового знания соответствующих кухенов. В статье 16-го года от поэта про Виталии Лев Климбур напоминает Герасимова как стоящего среди проектовых поэтов Асурбуком. Он говорит о его качестве как о любом качестве называют его отрицатель Перлот. Климбур раскладывает Герасимова в одном репуте с Николаем Климбургом и Сининым и другими поэтами, что кажется благополем правильным, потому что как представляется рассматривать его, что было как будто сообщено в целом уюты. Спасибо. 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 Я понимаю, мы устаём, в общем, осталось ещё немного, концентриёмся. Вопросы. Нет вопросов. Очень похоже на этот канал. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не знаю, но откуда он мог источник не узнать, потому что мне кажется, в основном источники это газеты в первую очередь, газеты, сейчас мы знаем и поэты современные тоже. Вы знаете, надо посмотреть глухочное бытование этих стихов, которые входили в песенники, в массовые издания, в принципе, мы смотрим все, что поэты русских поэши, русских поэши, 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 указаны с какого года той или иной стихотворения попадает в обычное бытование, если такое бы мощнее окололубочное. И в принципе это не просто так, чтобы мы входим в точечный переток, не будем сразу. Скорее всего так, потому что очень много детей проходили через песенники, особенно главные тиражи это в 1910-е годы. Бесумие это. Просто не это. Вот, это видимо там надо искать, и более того, что не обязательно очень многие действительно кривицы, и король песенник давал непрощенную редакцию, как у нас часто учатываются не с как правило, не с альбинаром, а часто учатываются либо с инфекторки, голосом, и так далее, так далее. Но иногда песенник, включение от дома включение текстов, которые рекомендают на эгофейне, потому что на самом деле это соответственно нет. И теперь вот еще там «Самолета» это видимо относится к области так называемой текущей статологии. Об этом есть пропел неиспосхетекст несоответствующий, а есть статья «Самолета» «Самолета» в сборнике посвященном акценту «Мейн» в одном из них. Спасибо. Смотрите, там это написано, вообще это тоже знамение этого времени предполагенного и военного как раз об этом говорится, пишется, об этом упаковке есть там какие-то тексты. Спасибо. 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 Юлия. Следующий